Одним из критериев, определяющих престижность жилья, является вид из окна. Самый весомый – это на море или на Волгу. Но в данном случае люди получили вид на строительные материалы. Конечно, это временно след из упаковок с бордюрным камнем и другим необходимым для реконструкции набережной тянется к забору «Остановись, всяк сюда смотрящий». Пока здесь не место для прогулок, хотя, как говорят приезжающие из других районов, надеялись, что уже посмотрят на обновленную улицу. А что вы, какой-то захочешь, мы вообще в полном разочаровании. Пришли, все тут развалено, все разрушено, гулять негде. Негде гулять-то. И что, и домой поедем. Где-то проход искать не будете? Не будем. Мы уже, нас вывел один, сторож, что ли, вывел меня. Мы уже были там, они нас, он меня вывел, я вот их искал тут. Вот мы. Мы уже заблудились. Да. А пока даже памятник Юрию Гагарину скрыт забором и стоит в окружении вяло текущей стройки. Металлическое ограждение идет вдоль верхнего и среднего ярусов. От Словакии до ротонды. Местами кто-то уже сам себе сделал проход, чтобы сократить путь наверх к Чернышевскому. Татьяна и Михаил приезжают в Саратов из Германии к родственникам. И каждый раз неудачно. Не, ну хорошо, если будет улучшаться дальше как-то, ну просто мы видим, что каждый раз, когда мы приезжаем, всегда все перерыто. Поэтому не только здесь, там, где в районе Пентагона, где мы живем. И сейчас в центре тоже очень трудно, к сожалению. Единственным доступным местом остается ярус у Волги, где продолжают работать прокаты велосипедов и самокатов. Средний ярус уже может похвастаться новыми фонарями. Но местами еще ведутся раскопки. Рабочих можно видеть лишь на лавочках. Наверху всегда была территория ресторанов с летними верандами. Но реконструкция перестроила их работу на новый лад. Поток наших гостей, он немножко пошел в другую сторону, скажем так. Потому что, ну, не очень нравится сидеть гостям в ресторане и наблюдать вот такое безобразие, которое творится на набережной. Да, работы затянулись, но мы очень надеемся, что скоро все это уже выправится. По поводу, как это отразилось на бизнесе, очень тяжело. То есть мы еще не отошли от коронавируса, от той пандемии, когда нас всех закрывали. И тут опять новая беда. То есть у нас нет летней площадки, у нас практически нет гостей в ресторане. Очень-очень печально. Допустим, вот следующий ресторан «Медь», он совсем закрылся. Даже магнит, там тоже так же, они хотели даже закрывать полностью это заведение, потому что, ну, не шли туда люди. Недавно сюда приезжал губернатор Валерий Радаев. По левую руку Павел Мигачев, министр строительства. По правую Дмитрий Алексеев, заместитель мэра Саратова. Четыре человека работают. Когда это не осили? Здесь надо сто человек, чтобы было. Мониторить в течение дня. Где люди? Нет людей. Почему, товарищ подрядчик? Значит, министр, плохо. Проведите дополнительно совещание. По реконструкции набережной. Не для этого такие ресурсы выделяли, чтобы вот так вот растягивать. Именно, чтобы будет организована работа и к дню города будет завершена. Но жители прибрежных домов не верят, что объект будет встан в срок. Они мониторят ход работ чаще, чем это делают городские чиновники. Был простой месяц, наверное, полтора примерно. То есть не было работы, вы не видели никаких? Да. И поэтому сейчас считаю, что срок не успеет. К 15 сентября, к дню города. Я считаю, что не успеет верхний ярус сделать, а нижние два яруса вообще не тронуты. Так что вот я даже сомневаюсь, я очень сомневаюсь, что это все будет сделано. Сами рабочие тоже не питают особых иллюзий на тему реальных сроков завершения работы. Когда закончат, вообще-то говорят, до конца октября. По нашим данным, проект реконструкции предполагал частичное озеленение верхнего яруса. Однако пока трудно судить о конечном результате. Этот проект мне показал один из руководителей комитета НКХ города. Вот это было в самом начале работ на набережной. И тогда на этом проекте было видно и предполагалось высаживание зеленых насаждений, деревьев на верхней ярусе набережной. Но вот по тому, что сейчас я вижу, что происходит, никаких посадок и высадки деревьев там не предполагают. Не подготовлены там ямы при ямке для высадки, не подведена система автополива. И получается, что верхний ярус набережной останется бетонной взлетной площадкой, по которой гулять, я думаю, в летнее время, навряд ли кто захочет при той температуре, которая сейчас летом в городе. Все на такой погоде накаляются не только от тонн, но и вот этих бетонных плит, которые выложены под окнами. Говорят, что после визита нашей съемочной группы работы заметно активировались, и местные жители просят журналистов приезжать почаще. Все хотят погулять по обновленной набережной в день города.